С Нового года по всей стране будет вводиться новая система. Татарстан к внедрению этой системы с 1 января готов, абсолютно точно. Этим вопросом лично занимается Руслан Мугаревич. Что касается формирования тарифов, в ближайшее время правительство республики Татарстан завершает финальную работу по формированию пакета окончательных решений. Действительно, мы, наверное, в Новый год начнем с того, что будет организована пресс-конференция. Мы подробно обо всем этом расскажем, в профильном министерстве, кто в эту цепочку, скажем так, новой системы обращения с отходами. Там все разложат, все объяснят. И буквально на этом сегодня в совещании у Санкт-Петербурга еще раз обратил на это внимание, чтобы, что называется, сбои аккуратов. С 1 января система продолжала, начала работать, и никаких, собственно, не вызывало вопросов, и нигде никаких сбоев не было. Цифры, то есть, они будут чуть позже, но я очень хочу обратить внимание на один факт, что просмотрение вот этой новой системы, Руслан Мугаревич изначально, прогрузившись в эту тему, провел в том числе в рамках своей встречи с Дмитрием Дорчим Медведевым переговоры на предмет того, что высказал такие-то предложения конкретные, как можно было бы при внедрении этой системы сделать ее более гибкой, для того, чтобы это не было так сильно чувствительно для граждан с точки зрения формирования тарифа. Я вам хочу сказать, что там достигнуты очень принципиально хорошие договоренности. О результатах, когда будет оглашаться и тарифная, скажем так, вся сетка, тоже будет заявлено, из чего формировалась та сумма, которая будет представлена. И с Антоном Германовичем Силуаном, Руслан Мугаревич, разговаривал на этот счет. То есть, последние, буквально в декабре, у него очень много встречи состоялся с полупредом, в том числе совещание проходило в Москве. Очень много коммуникаций на предмет того, чтобы вот эту систему не просто запустить, чтобы она работала бесперебойно здесь, и никто не почувствовал о том, что там где-то мусор не будет, еще что-то. И в том числе он проработал вопрос о формировании тарифов, о его регулировании. Я думаю, вот более подробные детали, до чего удалось договориться и к чему пришли, вот мы в новом году услышим, когда будет на проскотверенции заявлено. Саму Хина Диана Тасс, продолжение этого вопроса. В общем, эта система, она не может работать без схемы по обращению с отходами. А схему оспорили противники строительства мусорожигающих заводов. Минстрой то ли готовит новую схему, то ли кардинально новую схему готовит, то ли собираться часть положений там, переначать, чтобы она подходила под все параметры. Немножко не ясно, какая схема будет использоваться. Я хочу обратить ваше внимание, что была оспорена не сама схема, а отдельное положение в эти схемы, которое требует внесения изменений. И Минстрой занимается тем, что он только вот эти блоки во всей схеме будет приводить в порядок в соответствии с теми требованиям суда, которые были вынесены решением. Сама система, она правомерна, законна, и с 1 января, когда начнется эта работа, она может совершенно спокойно работать. Они лишь будут поправлять те позиции, те пункты в этом документе, которые вызвали вопросы и в решении суда подлежат, ну, как правильно сказать, приведены в порядок. То есть опасение того, что схема, она есть, она с 1 января, так же, как и вся система, будет запущена, будет работать, то есть она применяется, будет применяться. Но вот те показатели, которые потребовались посудового заменить, изменить, они будут приведены в порядок.